Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Герою Туркменистана, космонавту Олегу Кононенко, исполнилось 59 лет. Надпись «Ашхабад» появится на юге туркменской столицы. Международный день йоги отметили в Ашхабаде и другие новости. Президент Сердар Бердамухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халкмаслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердамухамедов поздравили героя Туркменистана, инструктора космонавта-испытателя, командира отряда космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олега Кононенко с 59-летия. Надпись «Ашхабад» появится на юге туркменской столицы. Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило тендер на монтажные работы надписи, а также благоустройство прилегающей территории на южной стороне столицы. Заявки и предложения заинтересованных сторон принимаются до 4 августа этого года. В Центре йоги и традиционной медицины спортивного комплекса «Бахтиарлык» в Ашхабаде состоялось мероприятие по случаю Международного дня йоги, в котором приняли участие министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, чрезвычайный полномочный посол Индии в Туркменистане, а также около 200 жителей и гостей столицы. С 22 по 27 июня в Туркменистане будет проходить неделя культуры 2023. В ее рамках по туркменскому телевидению планируется показ цикла короткометражных и полнометражных художественных фильмов, снятых туркменскими кинематографистами. Также в кинотеатре Ашхабад состоится демонстрация художественного фильма режиссера Арслана Эйбердыева «Истерин», посвященного 300-летию классика туркменской литературы, поэта и философа Махтум Кули-Фраги. Шляпа Майкла Джексона будет продана на аукционе во Франции. На торги выставлена шляпа Джексона, в которой он выступал на концерте 25 марта 1983 года. Именно на этом концерте певец впервые продемонстрировал зрителям свою ставшую знаменитой лунную походку. Стартовая цена шляпы составит от 60 до 100 тысяч евро. В Киргизстане в этом году был организован Всемирный форум сказителей. Официальное открытие форума состоялось в Бишкеке. Цель Всемирного форума – создание единого международного объединения сказителей эпосов, народов мира и эпосоведов. Обсуждение роли и места сказителя в современном обществе – обмен опытом по сохранению и развитию этого вида искусства. Азиатская футбольная конфедерация объявила даты матчей предварительного раунда и стадии плей-офф второго по значимости клубного турнира Азии Кубка АФК 2023-2024. Бронзовый призер чемпионата Туркменистана по футболу Мерф на стадии предварительного раунда встретится с серебряным призером чемпионата Киргизстана Алаэ. Эта встреча пройдет 15 августа в Туркменистане. Победитель матча Мерф Алаэ встретится 22 августа с бронзовым призером чемпионата Таджикистана Худжандом на стадии плей-офф. Саудовский Аль-Итихат объявила трансферинголу Канте. Победитель чемпионата мира 2018 в составе сборной Франции перешел в новую команду на правах свободного агента. Контракт 32-летнего Канте с английским Челси завершился по окончании сезона. Французский полузащитник выступал в составе «Синих» с лета 2016 года. В составе Челси Канте становился обладателем Лиги чемпионов Кубка Клубного чемпионата мира и чемпионом Англии. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменин Портал – ваш самый надежный источник новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова